Ответственность имею за наших жителей? Да какая ответственность? Вы меня простите, так себя вести, отключить свет, не предупредив никого. Жители дачного некоммерческого товарищества Лединиев в последнее время скандалят регулярно. Своего председателя они обвиняют во всем, но в первую очередь, мягко говоря, в нецелевом использовании средств. Вчера вынесли книгу доходов-расходов, по которой выяснилось, что 500 тысяч в наличии у них должно быть денежных средств, которых почему-то нет. А то объяснить председатель не может, где они эти деньги. Чаша терпения лопнула, когда людям отключили свет. Его не было двое суток, а электроэнергия, по сути, здесь единственный источник для подачи тепла и воды. Когда жители стали разбираться, то узнали, что их ДНТ у энергетиков числится в черном списке. Собирается одна сумма, платится по факту другая сумма. В итоге выявляются какие-то непонятные долги за электроэнергию. Сумма задолженности набежала большая. По словам дачников, более 2 миллионов рублей. Куда ушли эти деньги, решили выяснить у председателя. Он подкрался незаметно. И только когда его увидели, он решил начать с громкого заявления. Как раз такая ситуация. Народ не доверяет, допустим. Я вот складываю себе полномочия. В следующей неделе председатель обещал подготовить документы и вручить новому руководителю генеральную доверенность. А затем попытался уйти, но не тут-то было. Вы куда уйти? Вы еще не дали ничего. Далеко уйти руководителю садоводов не удалось. Дело дошло даже до драки. В 15-й год у нас что? По документам миллион триста оплатил. А на самом деле сто шесть четыре. Миллион сто. Куда делся? Кошмар. Мы все оплачиваем. Вы поймите. Мы оплачиваем все. Вы только говорите. Ситуация серьезная. Одним вот этим вот сегодняшним собранием, или так, это не собрание, а сход, как бы сказать, граждан, этот вопрос не решится. Здесь надо налаживать систему учета и контроля за потреблением электроэнергии. В дачный скандал поневоле пришлось мешаться чиновникам и депутатам. Они пообещали помочь разобраться. А тем временем люди написали коллективное обращение к губернатору, отправят письма в прокуратуру и полицию. А уж тогда, после тотальной ревизии, в дачном поселке можно проводить и новые выборы. Таким способом мы будем пытаться добиться правды и возмещения наших денежных средств, которые мы заплатили за вот этот вот период, с периода 2013 года. Екатерина Волкова, Виктор Горшенев. Наше время.